привет это илон маск мы сделали перевод крутого подкаста но как это часто бывает он оказался под авторскими правами мы уже давно умеем обходить эту проблему и вкладываем кучу сил в то чтобы наш перевод был для вас практически не отличим от оригинала что же робот да tesla bot и так ты создаешь роботов ты когда-нибудь смотрел научно-фантастические фильмы да ни разу окей но я подумал а вдруг в общем потому что что-то может пойти не так что самое страшное может произойти до роботы не то чего стоит бояться бояться стоит о и и или общего искусственного интеллекта это цифровой и и намного превосходящий человеческий интеллект и если у нас будет супер и и который намного умнее самых умных представителей человечества мы можем потерять над ним контроль и тогда он потенциально может сделать нечто плохое но это все вероятности это не точно так что не о роботах нужно беспокоиться а о супер и и думаю это определенно одна из проблем о которых нам нужно думать как о риске для существования у нас должен быть регулирующий орган который будет наблюдать за деятельностью связаны с продвинутым и и у правительства есть важные роли одна из которых регулировать отрасли и следить чтобы кто-либо какая-нибудь компания не будет срезать углы ставя под угрозу общественность например федеральное управление гражданской авиации делает прекрасную работу чтобы убедиться в безопасности авиаперелетов летать авиакомпании под надзорной управлению буквально безопаснее чем жить в собственном доме просто чтобы люди понимали ваша продолжительность жизни в собственном доме может быть гораздо короче чем если бы вы всю свою жизнь жили в самолете потому что дома вас может прикончить супруг или мышь укусить но если живешь в самолете в афганистане это скорее всего не тот случай ну если он не регулируется кем-то вроде фуга то вряд ли будет соответствовать подобным стандартам безопасности а что если супруг тоже на борту у самолетов есть средства решения сейчас на борт самолета тяжело пронести оружие и нож и крем так что с этой точки зрения твоя супруга ничего такого не принесет ага скорее врежет тебе или пырнет ложка вилкой пластиковой ложка вилкой а ей довольно тяжело кого-либо убить а еще в самолетах есть бортпроводники которые могут оказать первую помощь сделать сердечно-легочную реанимацию у них дефибрилляторы есть если у кого-то начинаются проблемы со здоровьем они немедленно посадят самолет и скорая встретит вас в аэропорту и вы не утонете в ванной тостер не убьет вас толком или ваш дом не сгорит из-за тостера кстати потому что тостеры довольно частая причина возгораний две основные причины фен и тостер есть также неплохие шансы что на борту окажется врач довольно распространенная ситуация когда врачи пассажиры оказывают кому-либо помощь на борту самолета да так что самолеты безопасны и управление по санитарному надзору делает хорошую работу контролируя продукты питания и медикаменты правда с их стороны бывает и перекос когда они действуют слишком консервативно и не одобряют какое-либо лекарство которое может помочь многим людям только потому что у малого количества она вызвала серьезную побочку так что перекос действительно есть он есть у всех надзорных органов которые обычно серьезно наказывают если что-то идет не так но никогда не поощряют если все сделано отлично так что вся эта история с кнутом и пряником надзорных органов немного консервативно но я думаю должен быть орган который будет контролировать то что может навредить населению а общий и и может навредить так что он должен быть поднадзорным и обычно надзорные органы действуют очень быстро как в случае с ремнями безопасности отсутствие которых привело не знаю где сети миллионам смертей по всему миру то есть к огромному количеству и автопромышленность выступала против ремней безопасности очень долгое время и со временем спустя большое количество смертей департамент транспорта который контролирует автомобили сказал что во всех машинах должны быть ремни безопасности просто без вариантов но на это ушло 15 лет или около того может дольше 20 лет пока ремни безопасности не стали обязательными а за ними и детские кресла много очень много детей и малышей погибли потому что просто находились на сидениях без ничего я также вырос сидя на пассажирском сидении без ничего мы ездили в кузове пикапа ошибка выжившего но я был в порядке я был в порядке но если бы случилась авария game over понимаешь и так ты видишь пользу от государства когда дело касается надзора и подобных вещей но ты не думаешь что правительство может тратить твои деньги эффективнее чем тратил бы ты в целом я бы сказал что мои взгляды довольно умеренные я не то чтобы радикальный либертарианец я думаю у правительства есть важные роли ну это логично я думаю никто бы не захотел чтобы у нас была частная армия или частная полиция я считаю что есть вещи которые подходят под роль государства но при этом все сделанное правительством будет неэффективным потому что правительство это монополия поэтому люди которые не любят корпорации не должны считать что правительство это что-то значительно лучшее потому что правительство это корпорация это высшая форма корпорации с монополией на насилие. Поэтому я считаю, подходящая роль для правительства это действовать в сфере регулирования. Но нам нужно стремиться к тому, чтобы правительство оставалось ограниченным игроком в экономике. Тут можно спросить, какой процент экономического производства следует регулировать, должен остаться под контролем правительства. Может быть треть или что-то в этом роде, но когда правительство получает более 50%, это может стать проблемой. Достаточно посмотреть на Западную и Восточную Германию, Южную и Северную Корею, и там и там была условно проведена черта, разделяющая государство. И Восточная Германия была на 100% подвластна правительству, в то время как Западная, ну процентов на 40%, она была относительно социалистической. И все же ВВП на душу населения в Западной Германии был, ну я думаю, в 5 раз выше, чем в Восточной Германии. Так что это показывает, насколько велика разница, когда речь идет о полугосударственном контроле или полном контроле. Частный сектор, вероятно, в 10 раз эффективнее правительства. Это примерно как иметь монополистическую частную корпорацию, в итоге у вас слабая функция стимулирования клиентского сервиса. Но в конце концов, частная корпорация может обанкротиться, а правительства нет, пока не обанкротятся сами люди. Глобально, пока не иссякнет поток денег от населения. Ну, они очень стараются. Да, я просто хочу сказать, что правительство настолько же неэффективно, как и любая огромная монополистическая корпорация. И поскольку правительство – высшая форма этой монополии, мы должны минимизировать список того, чем занимается правительство, придерживаться действительно необходимых вещей, но не выходить за рамки. Да, я думаю, консервативные люди беспокоятся, что стоит только дать им точку опоры, и они уже не остановятся. Они получают регулирующие полномочия над чем-то вроде ОИИ, и затем просто начнут, ну, захватывать все больше и больше. Потому что мы это наблюдали и раньше. Вы даете им дюйм, а они захапают милю. Да, но кто-то реально хотел бы убрать надзор над гражданской авиацией или санитарный надзор. Возможно, кто-то захочет. У нас есть анархист в углу. Обычно, когда мы идем в магазин и покупаем какой-нибудь стейк или что угодно из магазина, мы как бы предполагаем, что еда, которую мы купили, нас не убьет. Потому что какая-то компания урезала расходы и считает, что в кишечной палочке или сальмонелли нет ничего плохого. Ну подумаешь. Итак, мы по умолчанию знаем, что еда, которую мы покупаем в магазине, не ядовита. И медикаменты, которые мы покупаем, тоже вряд ли. Они будут действовать согласно их аннотации, что не касается разного рода витаминов и индустрии бадов, потому что этот рынок не регулируется, и они могут написать на банках что угодно, и люди все равно их купят. Так что поверьте, вы хотите, чтобы на поле был кто-то вроде рефери. Это как если вы смотрите футбол или баскетбол, там есть рефери. И была бы игра лучше или хуже без рефери? Очевидно, хуже. Так что роль рефери в играх важна, а также важна роль правительства в качестве рефери. Нам просто не нужно, чтобы правительство само выходило на поле в качестве игрока. Было бы странным, если бы рефери внезапно передал пас, понимаешь? Нет, скорее всего, игра перестала бы быть хорошей. Хорошо. Подписывайтесь на канал. И не пропустите новые выпуски. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова